ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот, я только что сказал, как ты можешь об этом думать, когда на улице дождит уже четвертый день подряд, Саратов искренне напоминает Лондон по утрам с туманами, но только с туманами. Совсем слегка, да. Ну, в общем, ничего, друзья, самое главное, позитивный настрой, за который мы сегодня утром как раз-таки и отвечаем. Просыпайтесь, бодритесь, все у вас будет хорошо, все у вас будет отлично. И помните, что шоу «Автопилот» выходит в прямом эфире, поэтому телефон, смс-сообщения и странички ВКонтакте, все абсолютно доступно вам для связи с нами. Да, у нас впереди всего много интересного, ну а что конкретно, давайте узнаем прямо сейчас. Смотрите в первом часе утреннего шоу «Автопилот». Какое упражнение Ланы Рынзиной и ваши мышцы точно запомнят надолго? Как носить металлические оттенки, чтобы точно выделиться из толпы? И какое животное очень хочет попасть в ваши руки? Такой будет первый час программы «Автопилот», второй будет еще более захватывающий, но об этом расскажем немного. Позднее, а сейчас время взял заряд. Да, конечно. Друзья, как говорит Сергей Гришнов, упали, отжались и вперед с Ланой Рынзиной на встречу к хорошей фигуре. Я думал, что так обычно говорят какие-то... Какие-то кто? Ну, солдаты там, я не знаю, офицеры и так далее. Пусть у нас сегодня будет армия немного. Хорошо. Четверг, почему бы нет? Всем привет! Это рубрика «Двигайся» и я ваш фитнес-тренер Лана. И сегодня у нас вопрос от Ани. Все ли фрукты можно есть во время похудения? Или все-таки есть какие-то нежелательные фрукты? Ну, на самом деле, да. Есть такие фрукты, которые во время похудения употреблять нежелательно. Ну, что хочется сказать. Фрукты и ягоды, конечно же, есть можно и нужно во время похудения. Но есть их лучше в определенное время. Это до 4 часов дня. Для того, чтобы углеводы, которые содержатся во фруктах, успели переработаться в энергию. Потому что во всех фруктах содержится фруктоза. Фруктоза хоть натуральный, но все равно сахар. Из того, что употреблять каждый день нежелательно, это бананы, финики и виноград. Из тех фруктов и ягод, которые распространены наиболее в наших магазинах. Потому что эти фрукты содержат высокий гелькемический индекс. И у них достаточно высокая калорийность. Поэтому во время похудения лучше ежедневно не кушать эти фрукты. Сегодняшняя наша зарядка будет достаточно интенсивная. Начнем с упражнения под названием бурпи. Я думаю, что многим из вас оно уже знакомо. Сначала расскажу, объясню, как оно будет делаться. Мы встаем в планочку на прямых руках и прыгаем вот так вот к себе. И выпрыгиваем из этого положения. Ничего сложного, все легко и просто. Я думаю, прямо можно начать. Считаю с трех. Три, два, один, поехали. Встаем в планочку, выпрыгиваем. Два. Три. Еще два раза. Четыре. И последний разок. Пять. Отдыхаем. Пять секунд. Следующее упражнение у нас будет непростое. Оно называется приседание на одной ноге. Оно действительно сложноватое в плане техники исполнения. И самое главное тут стараться держать баланс. Делаем вот таким вот образом. На правой ноге стоим вторую ногу, чуть-чуть назад заводим и начинаем медленно-медленно приседать. Следим за тем, чтобы у нас колено, опять же, напомню, не заходило за уровень носка. Приседаем фактически до параллели с полом до угла в 90 градусов. И встаем медленно. Сразу же делаем второй. На ногу не встаем, стараемся. Я тут вместе с вами учусь сейчас делать это упражнение. Если не получается приседать до параллели, то можете приседать изначально не до нее, а потом уже как бы доседать, так скажем, уже учиться. Это у нас было два. Сейчас будет третий. Дай бог. Не нужно еще при этом при всем дышать правильно. Когда приседаем, вдыхаем. Когда встаем, делаем выдох. То есть и вот так вот еще в последний раз. Молимся, молимся. Молимся и делаем. Я, можно сказать, делал все правильно. Итак, делаем все то же самое. Не отдыхаем, делаем со второй ногой. Помним, да, что заводим назад и начинаем приседать. И стараемся. Мне тяжело, на самом деле, еще и вместе с вами тут разговаривать. Если бы я молчала, у меня все получалось 100% лучше. Так, не забываем, что приседаем до параллели. Это будет сейчас второй. Держимся. Здесь у нас включаются в работу мышцы, которые при обычных приседаниях не включаются. Мышцы-стабилизаторы. Фух. Вот так вот, три. Смотрите, трясемся. Но выполняем самое главное по технике. Четыре. Совсем скоро мы станем йоганой. Движемся. Еще. И пять. Ну а теперь можно чуть-чуть потрясти ногами и отдохнуть. Можно даже немного станцевать для хорошего настроения. И у нас осталось последнее упражнение. Это упражнение очень хорошо прорабатывает пресс. Оно называется складка. Мы садимся на любую удобную поверхность. Желательно, чтобы она была немножечко хотя бы мягкой, для того, чтобы не было больно нашему мягкому месту. Итак, поднимаем ноги, руки и начинаем как бы подтягивать к себе. Вот таким вот образом распрямляемся и подтягиваем. Не забываем о том, что нужно дышать. Мне сейчас, на самом деле, тяжеловато. Достаточно правильное дыхание. Но выдох делаем всегда на нагрузку. То есть... Хотя здесь нагрузка, на самом деле, во время выполнения всего упражнения, но, тем не менее. То есть более нагруженная фаза – это вот это. Поэтому стараемся выдыхать как можно сильнее. Чем сильнее вы выдыхаете, тем лучше прорабатывается пресс. А мы сделаем еще три раза. Два. Три. Ну что же. И на этом наша зарядка сегодня подошла к концу. Я желаю вам шикарного дня, хорошего настроения, с замечательной погодой и вообще всего-всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока. Ох, Лана Рынтина и мучила ты нас своей зарядкой. Причем продолжительной и очень интенсивной. Ну, кстати, она говорит о том, что планка – это так легко. На самом деле, это так сложно, на мой взгляд. Вот так вот с положения стоя быстро перебраться в положение лежа. Еще и выпрыгивать. Это бурби, по-моему, называется. Да, да, да. Сереж, ты прям все знаешь, я смотрю. Вот это, увы, потому что пришлось мне однажды пережить эти бурби, планки, низ, хай, верх и все остальное. В общем, друзья, все, зарядка покончена. В четверг делать ее было особенно лениво, ну вот мне во всяком случае. Но зато вот что точно никогда не лень, так это смотреть гороскоп. И, кстати, друзья, астрологический прогноз делает Мария Белат, он самый точный и самый достоверный. А сразу после гороскопа мы вам расскажем про тему сегодняшней программы. Да, вот решили так заинтриговать немного, подождать. Подтянуть, нагулять аппетит, что называется, в буквальном смысле этого слова. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат, и я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и, конечно, отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдется свое решение. А теперь о том, что же ждет нас сегодня. Овин. Любовный треугольник вокруг вас начинает приобретать все более и более четкие очертания. Телец. Сегодня главное – это внимательно слушать своих совещанников и не навязывать свое мнение. Близнецы. Не бойтесь вносить в жизнь перемены, но оставайтесь верными себе. Рак – хороший день для домашних дел. Лев. Вам будет непросто контролировать свои эмоции и держать ситуацию. Дева. Способность внимательно подмечать все детали поможет вам не пропустить важного сегодня. Весы. Избегайте лишних советов сегодня. Слушайте только себя. Скорпион. Перспективы новых возможностей лишают вас сна. Используйте это время по максимуму. Стрелец. Растущий стресс может помешать вам сохранить ясность ума. Делайте перерывы в работе. Козерог. Ваш успех сейчас зависит от вашей интуиции. Доверяйте ей больше. Водолей. Назревшая необходимость перемен станет основной темой для вас в ближайшие дни. Рыбы. Сложный период изменений берет свое начало сегодня. Ищите позитивные моменты. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Ну вот, гороскопы слышали. Теперь самое время обозначить тему сегодняшнего эфира. Да, и звучит она у нас таким образом. Жизнь, чтобы есть. Или, может быть, даже есть, чтобы жить. Ну, это вот навряд ли. Это каждый из вас выбирает, друзья, сам. Сегодня будем разговаривать о вкусной еде, о национальных кухнях, о разных национальных кухнях. И спрашиваем у вас в ВКонтакте, какую же кухню вы предпочитаете? Там национальную или, может быть, экзотическую. Но Сережа сейчас расскажет все варианты более подробно. Какая кухня вам по душе? Какой кухне вы уделяете больше всего внимания? И чаще всего набиваете свой животик какой кухней? Пишите нам на страничке ВКонтакте. Может быть, даже рецепты какие-то прикладывайте. Ну, а в конце эфира подведем итоги и узнаем, что вы предпочитаете. Экзотическую кухню, ту, которая дарит незабываемые эмоции и незабываемые впечатления. Не национальную кухню, которая таит в себе истории и традиций разных народов. Ну, или люблю самые обычные, так называемые базовые блюда. Ух ты! А ты какие любишь? Ой, знаешь, я люблю... Не знаю, я фьюжн люблю. Я люблю, когда все перемешано, когда ты готовишь обыкновенную овсянку, но капаешь туда немножечко каких-нибудь специй, и она уже становится восточной. Вот смотри, у нас же очень распространен нут, тот же самый, да, который ты пропагандируешь, да. И это, можно сказать, экзотическое, да, растение немного. Ну, если оно здесь растет, то в чем экзотика? Ну, экзотика в том, что у нас она в Саратовской области фактически не эксплуатируется. Мне кажется, очень мало заведений, в которых предлагается именно блюдо из нута. Ну, ты к чему это кладешь? Почему? Это я к тому, что любые блюда могут быть как экзотическими, так и, соответственно, обыденными, вне зависимости от ингредиентов. Просто добавляешь там что-то особенное. Ну, ты знаешь, для кого-то, может быть, и баба гануш, и что там еще, хумус, и все остальное тоже будет суперэкзотикой, хотя это все те продукты, которые готовятся, ну, которые есть у нас здесь. А вот лягушачьи лапки, например, это вот экзотика, так экзотика. И, кстати, друзья... Да, кстати, это для нас экзотика, а для французов нет. Ну, так. Да. Да, все относительно. Экзотика – это как раз таки то, что для кого-то привычное, а для кого-то совсем нет. Спасибо, что мы разобрались в этих понятиях, да и пять. Двигаемся далее. Мы заговорили об этом совершенно неспроста. Совсем скоро уже состоится ресторанный день, и его организаторы придут к нам в гости. Если вы забыли, что такое ресторанный день, то мы вам напомним. Это когда каждый из вас в любой момент, в любой день может взять и открыть... Ну, как в любой день? Ну, не в любой день. 21-го числа, 21-го мая, это будет уже в эту субботу. Есть несколько площадок, на которых вы можете быть либо шеф-поваром, либо, может быть, владельцем ресторана своего небольшого. Можете приготовить несколько блюд, обозначить свое название, сделать, может быть, даже какой-то логотип, ну и, соответственно, представить свои работы. И главное, главное, наготовить тазик, вкусностей всяких, которыми угощать. Итак, у нас сегодня в гостях будет Владимир Галкин, один из организаторов ресторанного дня в нашем городе, и Ольга Гойч, которая тоже имеет самое непосредственное отношение к ресторанному дню, и которая будет организовывать его на нескольких площадках сразу в нашем городе. Ох, будет вкусно, будет интересно, но самое главное, классно нарядиться. Да, самое главное, классно нарядиться, быть в тренде, быть модным, и давайте узнаем это все от Алины Ковалевой. Всем привет! Практически каждая девушка очень любит блестящие тона и оттенки. И это к лучшему, ведь это весной, а не снова в тренде. Без металлика этой весной никуда. В качестве тренда наступившего сезона он зарекомендовал себя еще на показах полгода назад, а сегодня перекочевал с подиумов на улице. Кадры стрит-стайл-хроники с прошедших недавно недель моды свидетельствуют об этом и служат наглядным примером того, как примирить увлечение блеском с повседневной жизнью. Металлик можно соотнести с двумя ключевыми тенденциями сезона – футуризмом и диско. А поэтому фасоны, принявшие металлизированную фактуру, принадлежат к одному из этих стилей. Сверкающие плессированные юбки и пайетки пожаловали к нам из 80-х, а авангардный крой – хромированные костюмы и плащи из высокотехнологичных тканей, как в фильме про апокалипсис, явно из будущего. Надо сказать, что серебро и медь в понимании модников оказались дороже золота, так что все внимание на них. Металлизированные обувь и аксессуары – вещи совершенно незаменимые. Украшения, сумки, туфли и гаджеты с металлическим сиянием добавят шика блеска любому повседневному образу. Высокотехнологичная новинка соответствует моде на футуризм и представлена в двух самых актуальных оттенках металлика – серебре и меди. Выберите тот, что вам по душе, и не расставайтесь с главным модным козырем сезона. Хотя блестеть с ног до головы тоже не запрещается. Платье-пальто с крупной чушуей из пайеток и туфли из металлизированной кожи, как у креативного консультанта японского вока Анна Деларуса, теперь не карнавальный костюм, а рядовой комплект для вечернего выхода. А днем металлик можно носить, усмирив его грубой кожанкой или паркой, ведь даже будущее мы не мыслим без гранжа. Так что сияйте и будьте яркими. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока. Интересные программы и фильмы в эфире телеканала «Саратов-24». В 10-20 комедия «Война красавиц». Две абсолютно разные французские деревни – Шармвиль и Верхний Шармвиль. Одна из них – фешенебельный горнолыжный курорт, другая – бедствующее поселение у подножия горы. Долгое время эти деревушки конкурируют между собой. Даже традиционный конкурс красоты вот уже 22 года подряд выигрывают девушки из Верхнего Шармвиля. Чтобы исправить положение вещей, обитатели другой деревни, скинувшись, приглашают для своих девушек профессионального тренера – актера-земляка Франка Шевреля, не зная, что на самом деле он неудачник и растяпа. Комедия «Война красавиц» сегодня в 10-20 на телеканале «Саратов-24». Утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24» приветствует вас. Искренне желает вам доброго утра, Светлана Казанцева. Сергей Гришнов, друзья, сегодня разговариваем с вами о вкусной еде. Жить, что бы есть. Именно так звучит тема нашего эфира. Ну и, кстати, высказывайтесь на тему нашего эфира. Звоните к нам в прямой эфир по номеру 54-30-30. Может быть, поделитесь какой-то своей интересной историей о том, как вы попробовали какое-нибудь экзотическое вкусное блюдо, например, в какой-нибудь другой стране, отдыхая. Вспомните, это же так приятно. Ну или напишите нам, может быть, даже рецепт на наш мобильный портал. Номер телефона вы увидите у себя на экране. Ну или также заходите к нам в «Контакт». Там мы запустили опрос на тему того, какое же блюдо вы предпочитаете. Национальную кухню, экзотическую или, может быть, какие-то базовые элементы. И вам не нужно особых изысков для того, чтобы почувствовать себя комфортно и вкусно покушать, вкусно позавтракать. Ну и не только высказываться на тему сегодняшнего эфира вы можете у нас в программе, но и просто поздравить кого-то с праздником, если таковой случился в вашей жизни и в жизни ваших близких. Так, например, в жизни нашей телекомпании случился замечательный праздник. Наша ведущая Юлия Конькова второй раз стала мамой, с чем мы ее искренне поздравляем. Растите большие, крепкие и такие же красивые, как и Юля. Да, здорово, и чтобы все было замечательно, чтобы малыш действительно креп, рос и радовал всю семью. Друзья, если вы хотите также, чтобы ваши близкие получили какие-то теплые слова с голубого экрана, то напишите нам об этом на наш мобильный портал, ну или звоните в прямой эфир и сами произнесите какие-нибудь пламенные речи, какие-нибудь праздничные слова. Обязательно все передадим в прямой эфир, обязательно все прочитаем, и ваше утро наполнится теплом и заботой. Достаточно просто включить телеканал «Саратов-24». Но также заботой и теплом оно наполнится. Это утро и ваш дом, если вы заведете себе четвероногого дружищу. Да, и сегодня мы пристраиваем кота по кличке Фараон. У него такое властное имя. Разыскиваются добрые руки для этого замечательного кота. Ласковый, он называет Фарик. Ему около трех лет, он добрый и умный. Да, и характер у него очень покладистый. Он такой вот вальяжный, ленивый немного. От видишь у него отдельная дверь на кухню, он даже подписан. У него своя кухня просто. У него свои табуреты какие-то необычные. Но он действительно очень красивый. Ты посмотри на его окрас. Я бы его просто положил на диван, проходя мимо. Смотрите, это мой кот, он красиво окрашен. Это как рядом подушечка, да, красивый кот? Ну, это действительно настоящее украшение вашего дома. 60-20-44, телефон волонтерского движения «Зооспас Саратове». Звоните, если вы хотите, чтобы этот фараон построил свою пирамиду у вас дома. Да, друзья, ну а сегодня, конечно же, не обойдется без подарков. Мы сегодня разыграем замечательные... Что, Сереж? Что мы сегодня? Мы сегодня разыграем букет из овощей и фруктов. Расскажем вам о нем немного позднее. Зададим вам вопрос тоже чуть позднее. Ну, а пока пришло время поговорить о том, куда же стоит отправиться, куда же можно пойти в ближайшие выходные. Завтра уже пятница. Нужно выставлять и планировать уже свои дни, свои вечера. Друзья, открывайте. Анастасия Куклева, гид по культурной жизни нашего города. Сейчас расскажет вам, где и какие галочки поставить. Доброго времени суток. Начать сегодняшний выпуск мне сразу хочется с хорошей новости. Впереди выходные. И наверняка вы уже начали задаваться вопросом, куда пойти в выходные в субботу, воскресенье или даже сегодня. С нами, программой Афиша, вы легко ответите на этот вопрос. В ближайшие дни в Саратове пройдет ресторанный день, ночь музеев, фестиваль спорта, футбол и многое другое. Обо всем по порядку в ближайшие минуты расскажу вам я, ваш гид в мире развлечений Анастасия Куклева. Это Афиша и мы начинаем. Мечтаете о спортивном подтянутом теле или желаете узнать, как накачать мышцы, как у Арнольда Шварценеггера? А может, просто любите спорт, ведете активный образ жизни и не дружите с вредными привычками? Тогда приходите в эти выходные на театральную площадь. Там 21 мая пройдет масштабное городское мероприятие – фестиваль спорта. Организаторы обещают даже самые ленивые. Такие, как я, полюбят спорт. Абсолютно каждый из вас сможет принять участие в интерактивных спортивных играх, пообщаться с тренерами и известными спортсменами нашего города. В список участников фестиваля входят ведущие спортивной федерации города, спортивные фитнес-клубы, а также танцевальные школы. На фестивале вас ждут мастер-классы, показательные выступления спортсменов, экстремальное силовое шоу, выступления лучших саратовских коллективов и конкурсы. Приходите всей семьей и выигрывайте ценные призы и подарки от спонсоров мероприятия. Кстати, принять участие во всех активностях спортивного фестиваля может любой желающий. Фестиваль спорта начнется в 16.00 21 мая на Театральной площади. Вы уже подготовили свой велосипед к летнему сезону? А где кататься решили? Наверняка по одним и тем же дорожкам в лесу вам надоело кататься еще в прошлом году. И хочется немного больше приключений, драйва и интересных мест. Понимаю, вы заядлый веломан. Таким, как вы предлагаете выходные присоединиться к велопутешествию велосипедом по области. Что оно из себя представляет? Это небольшая двухдневная поездка на велосипеде в пределах 40 километров от Саратова. Путешествие совершается налегке. За спиной у вас не будет огромного рюкзака, только маленький рюкзачок с самым необходимым. А весь основной груз повезет машина сопровождения. По-моему, заманчивое предложение. Воспользуйтесь прохладной погодой и отправляйтесь в путешествие. Красивые пейзажи, хорошая компания и положительные эмоции вам гарантированы. Стартует велопутешествие 21 мая в 9 часов утра. Маршрут пока держится в секрете. Любите готовить и вкусно поесть? Насмотрели сериалы «Кухня» и хотите открыть собственный ресторан? Или вы не пропускаете ни одной передачи с МАК и считаете, что готовить как в ресторане – это проще простого? Тогда 21 мая – это ваш день ресторанный. В этот день любой человек может на некоторое время открыть свою точку общепита. Проще говоря, стать владельцем ресторана или шеф-поваром собственного заведения, но только на один день. Чтобы стать участником ресторанного дня, нужно выбрать площадку, зарегистрировать свой ресторанчик на официальном сайте, определиться с меню и оформлением стола. Но если поесть вы любите больше, чем готовить, тогда просто отправляйтесь дегустировать. На данный момент полного списка участников и площадок нет. Но уже известно, что временные рестораны у себя разместит дневной клуб «Дружба» и «Кофе-3». Один из постоянных рестораторов гастрономического фестиваля – фалафельная «Флава-лава» поп-ап ресторан. Откроется и 21 мая. В субботу сэндвичи с фалафелем будут в антикафе «Темная сторона» на Большой Казачьей 79-85. На этом наш список мероприятий подошел к концу. Теперь вы точно знаете все о культурных и околокультурных событиях предстоящих выходных. Выбирайте то, что вам по душе, и сделайте свои выходные насыщенными и яркими. Ходите только на хорошие мероприятия. И помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Интересные документальные фильмы в эфире телеканала «Саратов-24». В 14.05. Перевал Дятлова, отчисленные по случаю смерти. Этот фильм-расследование прольет свет на обстоятельства загадочной и трагичной истории, случившейся более полувека назад на Северном Урале. Предположительно, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на склоне Холочахль целиком погибла группа туристов-лыжников. В составе девяти человек из Уральского политеха во главе со студентом Игорем Дятловым. Спустя время спасатели обнаружили трупы ребят, изуродованные и полураздетые. Вскрытие показалось, что некоторые умерли от переохлаждения. У других были тяжелые травмы, ссадины, переломы. У двоих отсутствовали глазные яблоки, а у одной из девушек – язык. Учитывая свидетельства и опираясь на итоги эксперимента, проведенного на месте, участники экспедиции восстановят хронологию происшествия и придут к своим наиболее реалистичным выводам. Перевал Дятлова, отчисленный по случаю смерти, сегодня в 14.05 на телеканале «Саратов-24». Доброе утро, любимый город! Хочу рассказать вам очередной интересный факт. После введения платного проезда в центр Лондона скорость машин там значительно увеличилась – с 14 км в час до 16. Примерно такая же скорость была у конных экипажей в Лондоне ровно век назад. Ну что, знаменитая фраза «всё течёт, всё изменяется» в данном случае наверняка неприменимо. Ну а как обстоят дела на дорогах нашего города, давайте узнаем от Сергея Гришнова. Ты хочешь сказать «ничего не течёт, ничего не меняется, а всё скачет и замедляется» в данном случае? По крайней мере, скорость точно не меняется у них. Ну, ничего-ничего, друзья. Поживём и увидим, как потом вы за свои денежки в платных центрах будете носиться и 80-90 км в час. А сейчас обратимся к картам сервиса «Яндекс», для того, чтобы определить, сколько же загружено из дорог в нашем городе. Три балла подсказывает нам «Яндекс.Пробки». Давайте смотреть, где основные затруднения. Если едете из заводского района, проспект энтузиастов на подъезде к кольцу стадиона «Волга» простаивает ярко-красной пробкой, после чего тоже поставивает пробкой до середины улицы Орджоникидзе. И если вы едете в сторону заводского района, и вам захотелось повернуть на Новоастраханское шоссе после стадиона «Волга», знайте, то выезд как раз-таки на мост загружен довольно-таки сильно, там произошла авария. Это очень опасное место, на самом деле. Очень опасное место, поэтому там часто происходят аварии. Двигаемся далее по улице Чернышевского. Небольшое затруднение около «Кристалла», желтым цветом отмечена дорога. Ну и, в общем-то, все. По Чернышевскому можно ехать абсолютно ни о чем не задумываясь, спокойно и быстренько вплоть до предмостовой площади. Там, на съезде на мост Саратов-Энгельс, вам придется немножечко постоять. Предмостовая загружена красным цветом, но зато мост в обоих направлениях мчит без проблем. И улица Лесозаводская всего лишь желтая, друзья, никакая не красная совершенно. Максимальная скорость движения колеблется от 25 до 30 км в час. Улица Трудовая в Энгельсе чуть-чуть загружена на пересечении с Лесозаводской. Усть-Курдемское шоссе. Кажется, все за эту дождливую неделю придумали выезжать на дачу и жить там, а перебрались обратно в свои квартиры. И так, начиная от улицы Прудовая до кольца строительного рынка. Движение не сильно затруднено. Сразу вас предупрежу, есть только два небольших красных участка. Преобладает желтый цвет, но максимум потеряете минут 5-7, не более того. Поэтому мчите, не задумываясь. Танкистов-Навашина. Друзья, на этом перекрестке по традиции собралась небольшая пробка. Даже не на чем остановиться, глаз задержаться не на чем. Все предельно понятно и классика жанра. Нужно, чтобы по Навашину все проехали, по танкистов, спустились от Рубина, поднялись. В общем, там никогда не бывает спокойного времени. Третья дачная. Свободно. Первая дачная. Единственный участок, на котором вам придется немножечко постоять. Я сейчас про проспект 50 лет Октября. Небольшая пробка вас ожидает на Первой дачной. Далее чуть-чуть поедете и стрелка также немножечко загружена. Зато после светофора стрелки зеленый и желтый цвет вас ждут. Вас ждут. И вы как раз таки в центр города промчите по этим цветам. Улица Шахурдина от кольца Нии вплоть до улицы Соколовой стоит желтым цветом отмеченное. Кольцо Нии, кстати, краснеет потихоньку. Проспект строителей пока свободен. Ну и улица Соколовая стоит пробкой только лишь на пересечении с танкистов. Танкистов и Соколовая по традиции загружены очень сильно. Кстати, танкистов стоит... Ой, как-то она сегодня очень остро у нас выглядит. Танкистов на Соколовой пробка. Далее, когда это уже становится улица Астраханской, Скотякова пробка, причем довольно-таки сильная. Перед Московской довольно-таки основательная пробка. И после Казачьей до Детского парка. И вдоль Детского парка также придется немножечко постоять. В обратном направлении от Детского парка небольшая пробка стоит, но и не доезжая до улицы Московской тоже пробочка собралась. Московская от вокзала до Рахова. Рахова не доезжая до улицы Московской со стороны Кутикова. Ну и, естественно, Новоузенская сильно постаивает. И все, в общем-то, друзья, что приятно. Никаких серьезных аварий, ремонтных работ и так далее в городе не намечено. Надеюсь, что и наверху у нас тоже не намечено никаких ремонтных работ. И с погодой тоже все будет хорошо. Свет, рассказывай. Да, сегодня ничего не прольют, ничто там не мешают, ничто сыпаться не будет. Никто нас не насыпет. Ничто не насыпет. Отлично. В четверг, 19 мая, в Саратове и Энгельсе пасмурно. Ветер восточный 5,4 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. И днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, а ночью будет плюс 14 градусов. Я надеюсь на то, что сезон дождей в нашем городе уже закончен. Так что можно смело отправляться на какие-нибудь прогулки и уже планировать выходные с учетом хорошей погоды. Но, как говорится, метеорологи врут один раз, но каждый день. Да, Сереж? Да, мой любимый враг. Твой любимый враг. Я думаю, что на самом деле не все там так чисто, как нам может показаться. Но вот у детей в голове точно все чисто и все расставлено по местам. Неспроста говорят, что устами младенца глаголит истина. И вот сейчас эту истину они прольют на тему, зачем ходить в школу. Говорят, дети – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, зачем нужно ходить в школу. Чтобы дети были умные. Чтобы там жить. Чтобы там учиться. Притривать мозги. И быть умной девочкой и умным мальчиком. Я хожу в музыкальную школу, а все дети, где писать нужно, читать. Чтобы быть умной. Писать. И не знаю больше, что буду делать. Ну, чтобы все знать. Примеры решать. Учить буквы. Кем-нибудь рассуждать пример. Чтобы получать по уму достижения. Часто задают, и ты думаешь, делаешь правильно. И получается достижения. Ну, чтобы там научиться ума. Потом, чтобы пойти сначала, потом в институт пойти, а потом на работу и стать президентом. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участниками нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mail-sobaka-saratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Говорят эти дети и не устают говорить. И хорошо, что заговорили, и хорошо, что говорят. Ну, и, кстати, говорят не только дети, но и мы, Сергеем Гришновым, а также наши партнеры на русской службе. Новости от радиостанции, которая вещает на частоте 101,1 FM. Это первое информационное радио. Они действительно очень много рассказывают всего интересного о Саратове, о нашей области и не только. Ну, и каждое утро они предоставляют нам интересные факты. И сегодня мы поговорим о чем? Сегодня очень любопытная новость попалась нам на глаза от радиостанции «Русской службы новостей», в которой говорится следующее. Самарский блогер оценил Саратов и огромное количество кофеин в нашем городе. Такой, знаете, кофе-трип устроил один из жителей Самары. Андрей Савин его зовут. Он поделился своими впечатлениями о нашем городе в живом журнале. Он, в частности, отметил огромное количество кофеин и кондитерских. Видимо, саратовцы большие сладкоежки. Да посмотрите на нас, не то слово. Городские дороги показались блогеру вполне сносными в центре Саратова. Вполне, ну, в общем-то, ничего же, типа того, можно. Все не так печально, как предполагают жители областного центра. Ну, и не так печально, как в Самаре. Не знаю, когда я последний раз был в Самаре, там было просто чудесо. Да? Ни в какое сравнение не идет. А по области совсем швах написал блогер. В общем-то, Савин вот так и подытожил всю вот эту вот историю. Я надеюсь, он все-таки, как бы, авторитетное мнение. Я надеюсь, он все-таки блогер. Да, действительно. Я надеюсь, он все-таки... Он должен оценивать кофейню. Он же приехал к нам, ну, чтобы посмотреть кофейню. Какой у нас кофе здесь, какие у нас сладости. И почему у нас так их много. Может быть, действительно мы все сладкоежки? Вот я лично, да. Ну, знаешь как, я не то чтобы сладкоежка, но я замечаю, что у нас очень много всяких тандыров, всяких шурмы и всего остального. Поэтому, уважаемый блогер из славного города Самары, вернитесь-ка к нам, пожалуйста, еще разок. Я проведу вас по лучшим шаверам нашего города. И вот тогда мы посмотрим с вами, сладкоежки мы или мясоеды. Но на самом деле, что мы спорим, ну, приехал какой-то блогер, посмотрел, составил свое личное особенное мнение и, слава богу, хорошо, что нашлись отклики у жителей других областей, других городов на темы, которые насущны нашему городу. И коль скоро этот блогер говорил о кофейнях, о еде, то, друзья, у нас и тема этому же, кстати, посвящена. Но у нас уже во втором части, сразу после выпуска новостей, Владимир Галкин будет в гостях, один из организаторов ресторанного дня, а также Ольга Гоч придет к нам в гости. Это тоже девушка, которая к ресторанному дню имеет самое непосредственное отношение. И, слушайте, я так надеюсь, что они придут с едой или хотя бы с кофе. Прям в силу. Ну, посмотрим. Ну, и, кстати, дорогие телезрители, если хотите задать вопросы, то пишите их на наш мобильный портал. Ну, а сейчас у нас короткий выпуск новостей, после чего мы обязательно вернемся. Никуда не переключайтесь. Смотрите далее в утреннем шоу «Автопилот». Что такое ресторанный день и как его стоит отметить? Куда Анастасия Куклева рекомендует вам отправиться в эти выходные? И зачем, по мнению малышей, нужно ходить в школу? Утреннее шоу «Автопилот» в прямом эфире на телеканале «Саратов-24». Сегодня обсуждаем тему, которая не может остаться равнодушным ни одного мясоеда, ни одного сладкоежку, ни одного поклонника здорового образа жизни. И, в общем-то, ни одного человека, который, ну, так или иначе, любит ходить по разным заведениям, бывает в различных кофейнях, ресторанах и так далее. Совсем скоро в нашем городе стартует очередной ресторанный день, в рамках которого любой житель нашего города может открыть свой ресторан на всем известных площадках и, в общем-то, кормить и угощать всех жителей нашего города. Сегодня у нас в гостях организаторы этого ресторанного дня, я не побоюсь этого слова, именно начинающие рестораторы в таком смысле. У нас сегодня в гостях Оля Готч, доброе утро. Доброе утро. И Владимир Галкин, доброе утро. Рады вас видеть в нашей студии. Скажите, когда, как, во сколько начинается ресторанный день в этом году и вот в этом сезоне? Ресторанный день состоится 21 мая. В субботу всегда традиционно проходят выходные дни. А начинается, в основном, рестораны открываются в 12 утра, поэтому в течение всего дня можно будет прогуляться по городу и посетить рестораны, которые вас заинтересуют. И до скольки будет продолжаться вот эта вот хендмейт-фуд история? Все рестораны сами определяют их часы работы, но кто-то работает 3-4 часа. Конечно, это еще зависит от того, насколько им хватит еды и сколько гостей они смогут угостить. Но некоторые рестораны будут работать и до вечера. Какие рестораны в этот раз откроются? Кто в этот раз будет угощать наших жителей? Вова. Расскажи, Вова. В этот раз открывается порядка 30, если не больше, ресторанов. Есть очень много разных ресторанов. Есть, как ты говоришь, мясоедские. Люди готовят стейки, хот-доги, бургеры. Но помимо этого есть еще полезное питание, здоровая еда. Там, например, десерты низкокалорийные. Вегетарианская еда тоже будет. И веганская, и сыроедческая. Десерты, например, сыроедческие будут у ребят. Ой, это вот эти вкусные истории из всяких цукатов, сухофруктов, орешков и так далее. Они уже не первый раз участвуют. Ну вот я буду открывать смузишную. Это ресторан со смузи из ягод. Это все будет проходить на разных площадках. В принципе, нет такого разделения, чтобы можно было прийти в одно место и поесть там какой-то тематической еды. Но нужно ориентироваться, соответственно, по неким критериям этой площадки. То есть, если это какой-то пивной бар, то там, скорее всего, будет мясо. Если это какое-то антикафе, то там, скорее всего, будут десерты, разные всякие полезные продукты и так далее. Скажите вообще про этот концепт ресторанного дня. Для чего это было создано, для чего это было придумано? Ну, мне кажется, нет такого детерминизма, что для чего-то это было придумано. Скорее, от какого-то желания... Поесть. Ну, даже не поесть, а накормить. То есть, вообще, ресторанный день изначально начинался в Финляндии, и там его главные организаторы. А мы не организаторы, мы координаторы ресторанного дня. То есть, мы просто помогаем участникам взаимодействовать с площадками, в принципе, открывать свои рестораны. Рассказываем людям. Да, рассказываем людям. То есть, у нас вообще основная наша функция – это некая промо. То есть, у нас есть группа ВКонтакте, там, Инстаграме. Мы пытаемся популяризировать этот праздник среди горожан. Вот, коммуницируем там со средствами массовой информации. Здесь, сейчас находимся. Откуда ты к нам пришел в ресторан день? Мы узнали об этой идее в других городах. В России? Не только. Мои друзья, например, занимались тем же самым в Киеве. Я наблюдала за их подготовкой. Мне это интересна была эта тема. И также еще один наш координатор, который сейчас уже, к сожалению, вышел, так скажем, из нашего проекта, увидел то же самое в Санкт-Петербурге. Принимал непосредственно участие. Ну, то есть, так, вы посмотрели, как это происходит во всем мире. Ну, во всяком случае, там, в Киеве и в Санкт-Петербурге съездили, там, еще в какие-то города и поняли, что это становится таким массовым движением. Я знаю, что в Европе тоже есть подобные истории, причем они пошли куда-то еще дальше, наверное, связаны с погодными условиями, либо еще с чем-то. Они открывают ресторанные кварталы, да, когда люди просто выходят на улицу и, ну, давай жарить, что есть силу. Да, ну, у нас в этот раз можно только условно, наверное, назвать тоже один переулок рядом с проспектом Кирова, где тоже будет сразу много концентрированных точек. Это где? Это будет сбоку от Пионера, то есть, это будет участвовать Дружба, будет участвовать Горький Кофе, будет участвовать Кофейный Кофе, Студио Спейс, вот. Некоторые участники иногда выходят на улицу, готовят что-то на улице, но в целом, конечно, в основном рестораны базируются на базе каких-то именно площадок. Ну, в общем, в традиционном кофейном переулке, да, около Пионера можно будет попробовать что-то еще и на улице установлено. Можете ли вы вспомнить первый ресторанный день? Да, конечно. Как это было? Какие ошибки были сделаны? На что вы обращаете сейчас внимание и чего никогда не повторите? Я бы, наверное, не сказала, что были какие-то ошибки, но я бы сказала, что это было намного труднее, чем это есть сейчас, потому что на тот момент люди не совсем понимали идею этого фестиваля и не совсем понимали, зачем им вообще нужно в этом участвовать. Вот, сейчас какое-то вот это понимание идеи пришло, ее принятие среди людей, и наоборот, это уже мероприятие набирает свою популярность. Угу. Это праздник гастроэнтузиастов, и в принципе по идеологии этого проекта, так как в Финляндии и вообще в Европе все немного более как бы либеральных в этом плане, там все на доверии строится. То есть мы в принципе как бы доверяем людям и своим рестораторам и оставляем на их совести качество их продуктов, поэтому мы не требуем, соответственно, там книжек, медкнижек и прочих технологических карт и условностей. Ну, то есть это довольно-таки логично, люди сами делают выбор, что готовить, а гости сами делают выбор, у кого есть и у кого не есть. То есть здесь вопрос чистоты и просто отношения к человеку и не были. Ну, это так же, как прийти к кому-то в гости, то есть по сути... И сказать, я со своей кружкой или сюда разом. Нет, ну, по сути, то есть здесь так получается, что рестораторы выходят накормить людей и отношения соответствующие. Если мы приглашаем кого-то к себе в гости, мы же не будем их кормить чем-то плохим, да, мы, соответственно, готовимся максимально разумно и максимально, ну, в общем, мы готовимся. Мне кажется, что это очень крутой ресторанный стартап, в принципе, да, и это можно рассматривать как первую площадку для тестирования своей бизнес-идеи. Понятно, что ты навряд ли найдешь себе инвесторов в этом смысле, навряд ли ты сможешь подобрать себе локацию, да, на которой ты будешь стоять постоянно. Ну, а тестировать твой главный продукт у тебя точно получится. Кто из тех участников ресторанных дней сейчас уже вышел на какой-то ресторанный уровень? Есть ли такие, кто стационарную точку поставил, занимается общепитом теперь профессионально? Да, есть такие, как раз-таки один из первых участников ресторанного дня, Sweetbox. Да вы что, Sweetbox начинали с ресторанного дня? Да, они начинали как раз-таки с ресторанного дня, на тот момент они так же, как и многие, занимались домашней кондитерской в режиме онлайн, и таким образом сейчас мы можем видеть, что они вышли в полноценное заведение. Ну, ничего себе, вот это да, успех начинается с ресторанного дня. Друзья, ну а мы сейчас прервемся на рубрику «Стильные люди». Алина Ковалева расскажет о том, как, в общем-то, подобрать себе гардероб в стиле металлик, ну или, в принципе, выбрать аксессуары какие-то в этом стиле. Ну а вы мотайте себе на усы и на ресторанном дне блистайте в этих металлических вещах и аксессуарах, а потом мы вернемся. Всем привет! Практически каждая девушка очень любит блестящие тона и оттенки. И это к лучшему, ведь это весной они снова в тренде. Без металлика этой весной никуда. В качестве тренда наступившего сезона он зарекомендовал себя еще на показах полгода назад, а сегодня перекочевал с подиумов на улице. Кадры стрит-стайл-хроники с прошедших недавно недель моды свидетельствуют об этом и служат наглядным примером того, как примирить увлечение блеском с повседневной жизнью. Металлик можно соотнести с двумя ключевыми тенденциями сезона – футуризмом и диско, а поэтому фасоны, принявшие металлизированную фактуру, принадлежат к одному из этих стилей. Сверкающие плессированные юбки и пайетки пожаловали к нам из 80-х, а авангардный крой, хромированные костюмы и плащи из высокотехнологичных тканей, как в фильме про апокалипсис, явно из будущего. Надо сказать, что серебро и медь в понимании модников оказались дороже золота, так что все внимание на них. Металлизированные обувь и аксессуары – вещи совершенно незаменимые. Украшения, сумки, туфли и гаджеты с металлическим сиянием добавят шика блеска любому повседневному образу. Высокотехнологичная новинка соответствует моде на футуризм и представлена в двух самых актуальных оттенках металлика – серебре и меди. Выберите тот, что вам по душе и не расставайтесь с главным модным козырем сезона. Хотя блестеть с ног до головы тоже не запрещается. Платье-пальто с крупной чушуей из пайеток и туфли из металлизированной кожи, как у креативного консультанта японского вока Анна Деларуса, теперь не карнавальный костюм, а рядовой комплект для вечернего выхода. А днем металлик можно носить, усмирив его грубой кожанкой или паркой, ведь даже будущее мы не мыслим без гранжа. Так что сияйте и будьте яркими. С вами была стилист Алина Ковалева. Пока-пока. Спасибо большое Алине Ковалевой. Продолжаем разговор относительно ресторанового дня, который уже в эту субботу в 12 часов развернется на многих площадках в нашем городе. Оля, Вова, скажите, где как раз-таки эти площадки будут? Куда идти? Как выстроить свой маршрут грамотно, чтобы все рестораны были охвачены? Ну, в первую очередь, наверное, скажем, что нужно обратить внимание на официальную карту фестиваля Restaurant Day.org, где можно увидеть как раз-таки все точки. Но в целом, если сказать, то будет несколько крупных площадок, куда можно будет пойти. Это, например, дневной клуб «Дружба» или «Лу Креста Бар», который находится на проспекте. Также пространство «Фабрика», где тоже сразу будет несколько ресторанов. И более того, даже несколько мест «Венгельс». Например, «Фабрика культуры убежища» и «Культурное пространство Good Times». Но в целом, смотрите, за обновлениями в группе мы анонсируем всех участников. И также будут обязательно гиды, карты, где можно будет посмотреть все-все-все точки. Вы сами себе уже поставили галочки напротив определенных ресторанов, в которые пойдете точно и пропускать их не будете ни в коем случае. Ну, я точно... Или вы хаотично будете носиться по всем площадкам и пытаться попробовать у всех и все сразу? Это сразу скажу, что невозможно, поскольку даже уже на первых фестивалях, когда участников было чуть меньше, это уже представляло определенные сложности. Но я для себя определенные какие-то рестораны выделила. Например? Всегда интересны какие-то монорестораны с моноблюдами или, например, с теми же какими-то блюдами, которые ты не встретишь в обычных заведениях. Поэтому я обязательно схожу вечером, поем традиционный фалафель. Загляну к Насте Санцет Калибри, которая участвует с нами практически каждый ресторанный день, где, например, можно будет попробовать ее фирменный суп чили кон карне. И обязательно загляну на лук рест-бар, где будет сразу несколько интересных ресторанов. Да, например, там буду стоять я весь день, так что мне не у вас... А, Вова ничего не попробует, он же открывает смузишную. Да, приходите ко мне в смузишную, попробуйте смузи. Есть мысль? Это, кстати, извини, перебью к вопросу о успешной истории. То есть это история из Самары, на самом деле. Ребята как раз стартовали в Самаре с таким проектом, и теперь у них есть свои стационарные точки. И вот я решил воспользоваться их опытом и привнести в Саратов новое такое. Впервые, как ты сказал, франшиза на ресторанном дне. Здорово. Желаем вам удачи, хорошего ресторанного дня. Увидимся в субботу. Не знаю, как словимся, на каких площадках. Но я думаю, что никто голодным не уйдет с этого фестиваля. Это факт. Обязательно приходите. Кстати, у нас есть конкурс на бесплатную еду во всех ресторанах. Во всех? Да. И как же в нем принять участие? В группу ВКонтакте. Что нужно сделать? Репост и вступить в группу. Этого достаточно для того, чтобы поесть во всех ресторанах, если ты счастливчик и если тебе повезет. Да. Друзья, в общем, не оставайтесь равнодушными. Поешьте от души в эти выходные на ресторанном дне. Напоминаем вам, в субботу в 12 часов начинается сразу на нескольких площадках Саратова и Энгельса. Ну а у нас в гостях сегодня были организаторы этого самого ресторанного дня, несменные, те, которые с первого дня делают этот чудесный фестиваль в нашем городе, Оля Гочи и Владимир Галкин. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. Хорошего дня. И если вы еще не завтракали, то давайте быстрее уже позавтракаем и приятного аппетита. Спасибо, что позвали. Спасибо. Мы вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь на телеканале Саратова 24. И если вы тоже завтракаете, приятного аппетита. Интересные фильмы и программы в эфире телеканала «Саратов-24». В 21.00 ирландская драма с элементами фэнтези «Ундина». Наши дни. Действия картины происходят в маленькой деревушке на побережье Ирландии. Рыбак по имени Сиракус ведет уединенный образ жизни. В деревне ему дали прозвище «цирк» за пьяные выходки, которые он устраивал в прежние дни. Теперь он пытается покончить с алкогольной зависимостью ради 11-летней дочери Эйни, которая живет с матерью-алкоголичкой и ее новым приятелем. Девочка больна. Из-за отказа почек она не может жить без регулярного диализа. К тому же прикованный к инвалидному креслу ребенок не пользуется популярностью в школе. Эйни мечтает, что в ее жизни произойдет чудо. И однажды происходит, если не чудо, то нечто удивительное. Съемки фильма проходили летом 2008 года в Ирландии. Это родные места режиссера Нила Джордана. Кстати, «Ундина» — это его первая совместная работа с оператором Кристофером Дойлом. «Ундина» сегодня в 21.00 на телеканале «Саратов-24». Доброе утро, дорогие друзья! Вообще несказанно рада вас слышать, видеть, чувствовать по ту сторону экрана. Я Сергей Гришнов. Я Светлана Казанцева. Друзья, сегодня обсуждаем вкусную еду. Жить, чтобы есть. Именно так звучит тема нашего эфира. Я уверен, что именно вот такая последовательность слов должна быть. Не есть, чтобы жить, а жить, чтобы есть. То есть жить ради вкусовых наслаждений. Едонист. Да, я готов получать удовольствие от еды и от всего остального. Именно поэтому, Свет, я бы не поместился в твоём кресле. Ну или неловко бы в нём. Ты поместился в нём. Окей, ладно, договорились. В общем, друзья, сегодня обсуждаем эту тему. У вас в ВКонтакте спрашиваем, какую кухню вы предпочитаете, что вы любите есть. Там же вы можете написать, в какое время вы едите. Может быть, вы готовы есть день на ночь на пролёт. Да, в прошлом времени в Владивостоке, например, да, и так далее. Да, возможно. Завтракать. Мы сегодня у вас спрашиваем, какую кухню вы любите более всего. Экзотическую, национальную или такие, знаете, базовые блюда и базовый набор продуктов. Но это когда вы просто то, что сезонное, то и едите. Не сильно паритесь насчёт специй, не сильно выпендривайтесь насчёт способов приготовления. Слушай, ну как у нас зимой можно есть сезонную пищу? Вот скажи, только мясо? Слушай, на самом деле в России очень широкая гамма сезонных продуктов, особенно зимних. У нас издавна были всякие квашения, соления, варенья. У нас всегда была заготовка овощей долгохранящихся, корнеплодов. Поэтому здесь вообще никаких проблем нет. В России есть сезонка и зимняя, и всё остальное. Да, конечно, вы там свежую петрушечку нигде не срежете, а в магазине её купите за 380-90 рублей. Ух, особенно клубника. Представляете, какая дорогая зима. Ой, ну всё, хватит, хватит. Скоро начнётся самый хлебосольный сезон, период, когда уже просто на огород вышел и вот себе на борщ уже набрал всё. Ну, единственное, барашка или коровка нужно ещё где-то найти для того, чтобы бульон вместое сварить. Мы сегодня говорим с вами о еде в преддверии ресторанного дня, который уже в эту субботу распахнётся на многих площадках нашего города. Я вот чувствую, что наемся по полной программе. До сыта. До сыта, да. Ну и, естественно, надеюсь встретить вас на этом ресторанном дне. Ну или в качестве участника, или, может быть, в качестве гостя. Друзья, если вы хотите попробовать свои силы, если вы считаете себя шеф-поваром и владельцем какой-нибудь национальной кухни, или просто у вас есть сторонное блюдо. Если вас спит суперкулинар какой-нибудь, человек, который вообще кондитер от бога, рататуевый практически, вышонок. Вышонок, да. Да, друзья, вы можете принять участие, нужно зарегистрироваться, позвонить координаторам, кстати, которые у нас сегодня были в гостях, найти группу ВКонтакте, зарегистрироваться, ну и прийти со своими угощениями 21 числа в определенную точку, которую вы сами выберете. У нас вообще очень много любопытных фактов относительно ресторанов и ресторанного дня. Мы будем вам их рассказывать сразу после астрологического вопроса от Марии Белат. Вы задаете, а она отвечает. Все предельно просто. Доброе утро. Я астропсихолог Мария Белат. И каждое утро я отвечаю на один из вопросов, пришедших ко мне на почту. Например, Ольга спрашивает. Хочу поменять работу. Сегодняшняя приносит мало прибыли. В какой сфере мне лучше работать? Ольга, вы не указали свою текущую сферу работы. Однако, работать вам нужно в престижном месте, где вас будет не только видно, но и слышно. В работе вам важно включать свой талант говорить. Ораторское искусство. Возможно, это может быть сфера образования. Учитывая ваш сложный характер, вам обязательно при этом нужно нести ответственность, участвовать в крупных проектах и вести руководство и или контроль над людьми. Совсем не обязательно бросать вызов обществу, а лучше брось его себе. Используйте борьбу для развития себя. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения. И я обязательно отвечу на них. Утреннее шоу «Автопилот» продолжается. Спасибо большое, Мария Билат. Итак, начинаем травить легенды про всякие рестораны. Ой, сколько ресторанов необычных вообще во всем мире. Существует ресторан, который находится на высоте 50 метров. Он прикреплен к крану. Вас поднимают на небольшой площадке. Вы пристегнуты. Есть рядом несколько официантов. Шеф-повар и охранник, который охраняет вашу безопасность, чтобы, не дай бог, вы не упали, потому что высота достаточно приличная. Вы можете попробовать там совершенно разнообразные блюда, разнообразные кухни. И, кстати, я видела даже фотографии, где этот кран поднимает ресторан над концертом какой-то рок-звезды. И вы поднимаетесь просто, и у вас такая VIP-площадка своя. Единственная проблема – там не попляшешь. Ты там сильно не попрыгаешь и не подорвешься. Но, в принципе, в ресторане это не очень принято. Друзья, что любопытно, когда ты находишься на высоте, и твой организм испытывает определенный стресс, то твои рецепторы начинают работать немножечко по-другому. Вкусовые рецепторы раскрываются с другой, точнее, блюда раскрываются с другой стороны с помощью твоих вкусовых рецепторов, потому что ты боишься реально. Ты не можешь расслабиться, сказать, да, это обычная рыба, приготовленная на гриле. Причем там можно, наверное, обычную рыбу готовить. Вот. Соответственно, друзья, вы совершенно по-другому будете чувствовать эти блюда. Да более того, их же не готовят на этом кране, их доставляют туда. А, соответственно, это, может быть, не всегда суперсвежая продукция. Ну, как бы она свежая, но не настолько, чтобы из-под ножа. Вот, снизу подняли на 50 метров, вот она уже, что, она испортилась за эти, там, несколько минут? Ну, она остыла, как минимум. Ну, хорошо. Настойщие гурманы меня поймут. Остывшую еду. Еще есть интересный ресторан, который находится в Дубае, он находится на глубине 15 метров под водой, и вы располагаетесь за столиком, над вами такой прозрачный купол, и где плавают рыбы, где видно там разных морских обитателей, и там водоросли, и все остальное. Это очень-очень романтично, очень приятно, мне кажется. Это вообще, на самом деле, да, это очень круто. Есть огромное количество ресторанов, в которых нету света, в которые не пускают детей. Есть ресторан тишины. В которых нет музыки. Да, и многое-многое другое. В России, кстати, тоже есть подобные рестораны, а еще есть один очень классный ресторан, который открыл господин Рапопорт, он находится, если я не ошибаюсь, в Москве, и это ресторан завтраков. Концепция в чем? В том, что, ну, вы понимаете, у нас в России завтрак обычно примерно там в промежуток с 6 утра до 9 утра происходит, да? Бывают поздние завтраки с 9 до 12, ну, дальше идет ланч и так далее. А в других странах, когда у нас 12 часов, может быть, 8 утра. Да. Там, когда у нас 2 часа дня, у них может быть 8 утра. Тогда, когда у нас 6 вечера, у них может быть 8 утра. И, соответственно, на разных часовых поясах завтраки наступают в разное время по нашему времени. И этот ресторан готовит только завтраки и кормит вас только одними лишь завтраками. Представьте, сколько за день можно позавтракать. Вечером лежишь, от пуза наелся, понимаешь, что 7342 калории съел сегодня день, такой, я сегодня только позавтракал. Только лишь позавтракал, представляете? Представляете. Ну, кстати, у нас в Саратове тоже много интересных заведений. Пусть они не такие глобальные, не с такими какими-то ноу-хау, но у нас тоже есть куда сходить и чем заняться. И, кстати, у нас есть корреспондент, который постоянно ходит. Я тебе скажу кое-что другое, прежде чем мы прервемся на говорящих детишек, кстати, у нас в эфире. Я спешу вам рассказать о том, что, друзья, мы сегодня будем разыгрывать букет из фруктов. И для того, чтобы его разыграть, у нас остались последние 15 минут нашего эфирного времени, за которые вы должны будете написать нам на смс-портал очень простой, понятный и любимый рецепт, который готовят в вашей семье постоянно. И с которым вы бы пришли на ресторанный день. Ну, еще напишите, как бы вы свой ресторан назвали. Итак, до конца часа пишите нам смс-сообщение, и среди всех смс-ок мы разыграем букет из фруктов. Это такая свежая и очень вкусная идея для подарка для родных и близких. Ведь не только красивые цветы могут стать объектом вашей радости. Конечно, это очень приятно и ароматно, представляете, что свежие фрукты. Да, и вот эти вот чудесные букеты из фруктов делают в фрукт-декор, да, компания называется фрукт-декор. Пост об этом вы можете увидеть у нас на страничке ВКонтакте. Ну, а пока пишите на наш смс-портал, который звучит... 8-906-302-24-24, ну, или если у вас есть интересная история, то вы можете просто позвонить по номеру 54-30-30 и рассказать нам, может быть, даже свой рецепт в прямом эфире. Может быть, это будет небольшой форой для вас. Мы с Сергеем потом еще решим. Подумаем, подумаем. Ну, а сейчас пришло время передать слово маленьким детям, которые расскажут... Которые говорят. Которые говорят, и говорят они о том, что зачем идти в школу. Говорят, дети – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей. Сегодня ребята расскажут, зачем нужно ходить в школу. Чтобы дети были умные. Чтобы там жить. Чтобы там учиться. Притеревать мозги. И быть умной девочкой и умным мальчиком. Я хожу в музыкальную школу, а все дети... Где писать нужно? Читать. Чтобы быть умным. Писать. И не знаю больше, что буду делать. Ну, чтобы все знать. Примеры решать. Учить буквы. Кем-нибудь рассуждать пример. Чтобы получать по уму достижения. Спасибо. Ну, часто задают. И ты думаешь, делаешь правильно. И получается достижение полное. Ну, чтобы со мной учиться ума. Потом, чтобы пойти сначала, потом, чтобы в институт пойти. А потом на работу и стать президентом. У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участниками нашей рубрики? Присылайте заявки на почту mail-sobaka-saratov24.tv и становитесь героями нашей рубрики «Говорят дети». Доброе утро, наши любимые телезрители. Желаем вам приятного аппетита, если вы сейчас завтракаете. Ну, и, кстати, побалуйте себя чем-нибудь вкусненьким, чем-нибудь необычным. Потому что вкусно поешь, да и день как-то получается очень таким бодрым и веселым. Ну, и Сергей Гришнов просто очень рад моим репликам в эту тему. Друзья, ну, кстати, Сергей Гришнов уже готов рассказать вам о пробках. И если вы уже позавтракали и спешите на работу, то он вам в помощь. Это просто мой слоган по жизни. Вкусно поел, вот и день прошел. Спать ложись и скорее вставай, чтобы снова поесть. Вот и все. «Жить, чтобы есть». Это девиз сегодняшней программы. И мой лично обязательно сделай себе татуировку где-нибудь на груди. Или лучше на животе, или на внутренней стороне губы, наверное. Чтобы точно все понимали, ради чего, в общем-то, я здесь создан. Ну, а еще здесь в студии я нахожусь для того, чтобы обозревать пробки. Давайте посмотрим на главные загруженные улицы в нашем городе. 4 балла по версии сервиса Яндекс.Пробки. Проспект энтузиастов, район стадиона «Волга». Новоастраханское шоссе. Выезд на мост из-под стадиона «Волга» также загружен. Пересечение проспекта энтузиастов и улицы Арджиникидзе. Восклицательный знак стоит. Здесь что-то неведанное сейчас происходит. Арджиникидзе до своей середины. Чернышевского перед «Кристаллом» выстроилась довольно-таки основательная такая пробка. Придется потерять несколько минут. Перед Чернышевского, Чернышевского, Чернышевского стоит. Перед Родищево-Чернышевского также загружено. Перед мостовая площадь съезд на мост из Саратова в Энгель с красным цветом. Мост во всех направлениях зеленый. Лесо-Заводская, в принципе, ну в основном зеленый. Есть небольшой участок желтого цвета. Усть-Курдюмская шоссе. Пересечение с улицей «Прудовая». Красным цветом отмечено. Тенденция такая продлится вплоть до кольца строительного рынка. Далее в сторону аэропорта и в Затон можно проехать без проблем. На вашем танкистов этот перекресток красный. По на вашем скорости движения 3 км в час. Танкистов примерно 7. Проспект 50 лет Октября. Все спокойно вплоть до Стрелки. Это удивительное рядом. Так называется наша новая рубрика, когда мы обозреваем пробки. Ну а вот Стрелка едет со скоростью всего лишь 3 км в час. Встречное направление красным цветом отмечено. И, друзья, выбирайте 50 лет Октября, потому что Шихурдина стоит целиком и полностью. Задолго до кольца НИИ и до улицы Соколовой. Соколовой, кстати, тоже до танкистов стоит красным цветом отмечено. Центр города. Московская Чапаева. Произошла авария на этом перекрестке. Надеемся, что вам повезет объехать его, и вы не попадете в пробку. И, в общем-то, в аварию никакую не попадете. Ну и Кутикова до Рахова от вокзала простаивает. Улица Университетская вся, Степан Разина вся. Московская тоже практически вся красным цветом отмечена. Друзья, в общем, сегодня не самый лучший день. Заходил вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра. Оставайтесь там, где вы проснулись сегодня. Не выезжайте никуда, дабы не попасть ни в какие пробки. И приготовьте себе вкусный завтрак. Садитесь около окна и смотрите, какая погода там сегодня будет. Ну, кстати, можно даже не просто около окна сесть, а можно, например, добраться до летнего кафе, ну и все пробки, благодаря, собственно, советам Сергея Гришнова, ну или если кафе находится совсем рядом, то выходите на улицу, располагайтесь на уютных диванчиках, уютных креселках и завтракайте именно на улице, потому что погода нам сегодня шепчет. Открывайте на своих гаджетах фотографию Болтухина и рядом Гесметио и смотрите в глаза этому человеку, который каждый день говорит нам про погоду. Ну или можете посмотреть в глаза мне, я сейчас вам тоже расскажу все о погоде. Сарат и Венгельс сегодня немного пасмурно, ветер восточный 5,4 метра в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба и днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, а ночью будет немного холоднее, будет плюс 14. Достаточно приятная, комфортная погода, наконец-то закончился дождь, надеюсь, что он закончился надолго и не настигнет нас в ближайшие выходные. Ну и, кстати, выходные-то можно уже прямо сейчас начать планировать. Вместе с Настей Куклевой. Вместе с Настей Куклевой она все знает о нашем городе и знает, где будет интересно. Доброго времени суток! Начать сегодняшний выпуск мне сразу хочется с хорошей новости. Впереди выходные. И наверняка вы уже начали задаваться вопросом, куда пойти в выходные в субботу, воскресенье или даже сегодня. С нами, программой Афиша, вы легко ответите на этот вопрос. В ближайшие дни в Саратове пройдет ресторанный день, ночь в музеях, фестиваль спорта, футбол и многое другое. Обо всем по порядку в ближайшие минуты расскажу вам я, ваш гид в мире развлечений Анастасия Куклева. Это Афиша и мы начинаем. Афиша и мы начинаем. Каждый из вас сможет принять участие в интерактивных спортивных играх, пообщаться с тренерами и известными спортсменами нашего города. В список участников фестиваля входят ведущие спортивные федерации города, спортивные фитнес-клубы, а также танцевальные школы. На фестивале вас ждут мастер-классы, показательные выступления спортсменов, экстремальное силовое шоу, выступления лучших саратовских коллективов и конкурсы. Приходите всей семьей и выигрывайте ценные призы и подарки от спонсоров мероприятия. Кстати, принять участие во всех активностях спортивного фестиваля может любой желающий. Фестиваль спорта начнется в 16.00 21 мая на Театральной площади. Вы уже подготовили свой велосипед к летнему сезону? А где кататься решили? Наверняка по одним и тем же дорожкам в лесу вам надоело кататься еще в прошлом году. И хочется немного больше приключений, драйва и интересных мест. Понимаю, вы заядлый веломан. Таким, как вы предлагаете выходные присоединиться к велопутешествию велосипедом по области. Что оно из себя представляет? Это небольшая двухдневная поездка на велосипеде в пределах 40 километров от Саратова. Путешествие совершается налегке. За спиной у вас не будет огромного рюкзака, только маленький рюкзачок с самым необходимым. А весь основной груз повезет машины сопровождения. По-моему, заманчивое предложение. Воспользуйтесь прохладной погодой и отправляйтесь в путешествие. Красивые пейзажи, хорошая компания и положительные эмоции вам гарантированы. Стартует велопутешествие 21 мая в 9 часов утра. Маршрут пока держится в секрете. Любите готовить и вкусно поесть? Насмотрели сериалы «Кухня» и хотите открыть собственный ресторан? Или вы не пропускаете ни одной передачи «Смак» и считаете, что готовить как в ресторане – это проще простого? Тогда 21 мая – это ваш день ресторанный. В этот день любой человек может на некоторое время открыть свою точку общепита. Проще говоря, стать владельцем ресторана или шеф-поваром собственного заведения, но только на один день. Чтобы стать участником ресторанного дня, нужно выбрать площадку, зарегистрировать свой ресторанчик на официальном сайте, определиться с меню и оформлением стола. Но если поесть вы любите больше, чем готовить, тогда просто отправляйтесь дегустировать. На данный момент полного списка участников и площадок нет. Но уже известно, что временные рестораны у себя разместит дневной клуб «Дружба» и «Кофе-3». Один из постоянных рестораторов гастрономического фестиваля – фалафельная «Флава-лава» поп-ап ресторан. Откроется и 21 мая. В субботу сэндвичи с фалафелем будут в антикафе «Темная сторона» на Большой Казачьей 79-85. На этом наш список мероприятий подошел к концу. Теперь вы точно знаете все о культурных и околокультурных событиях предстоящих выходных. Выбирайте то, что вам по душе и сделайте свои выходные насыщенными и яркими. Ходите только на хорошие мероприятия. И помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете. Утреннее шоу «Автопилот» подходит к своему завершению. Рады подводить итоги. Но прежде чем мы подведем итоги нашего опроса, нужно подвести итоги розыгрыша. Да. И у нас уже есть победитель. Друзья, сегодня мы разыгрывали букет. Букет из фруктов. Который вы можете просто поставить у себя дома, наслаждаться ароматом или подарить какому-нибудь близкому человеку. И у нас есть победитель. У нас есть победитель, который написал, что его главное блюдо всей его семьи – это фалафели. Как бы странно это не звучало. С подробным рецептом того, как они готовятся. К сожалению, наш телезритель не подписался. Но помните, он был первый, кто прислал это СМС-сообщение. Его последние цифры – 3229. Мы вас искренне поздравляем. Букет от фрукт-декор достается именно вам. Ну а сейчас пришло время подвести итоги нашего опроса, который развернулся у нас на страничке ВКонтакте. Какую кухню вы любите более всего? 45% наших телезрителей сказали, что самые обычные блюда. Такую базовую кухню предпочитают они. Простой куриный бульон, обыкновенная вареная картошка. Весенний салат. И более того, да. 36% сказали, что национальную, та, что таит в себе истории и традиции разных народов. И лишь 18% сказали, что экзотическая кухня – это их выбор. Друзья, спасибо большое за ваши комментарии, за ваши стихи, которые вы пишете у нас на страничке ВКонтакте. Нам было интересно провести эти два часа вместе с вами. Встречаемся на ресторанном дне. Да, встречаемся в эту субботу на ресторанном дне. И знаете, какие знаменитые фразы – если жизнь вам подкидывает кислый лимон, то сделайте из него лимонад. Друзья, мы вам желаем отличного дня, удачного, удачного, чтобы все у вас было хорошо. Ну и завтра увидимся. Далее на телеканале «Саратов-24» выпуск новостей, после чего сериал «Эшелон». Не переключайтесь, будет интересно.